всем доброго дня сегодня речь пойдет про школьное образование в германии какие существуют плюсы минусы здесь также присутствует сексуальное обучение в школе также есть определенные нюансы и обо всем об этом мы будем говорить видео это будет формате skype интервью у нас в гостях елена с федеральной земли сарланд она семьей уже живет здесь более 20 лет у них пятеро детей и она поделится своим опытом в этом вопросе добрый день все я очень рада поучаствовать и познакомиться с вами меня зовут алена бош мы приехали 21 год назад из казахстана германию живем земле за орлан у нас мужем одна дочь и 4 сына я думаю что многих зрителей очень интересует уровень школьного образования на что здесь обращают внимание изучение иностранных языков плюсы минусы образования в германии школьного насчет минусов я бы сразу как бы хотела сказать это то что первое какое сравнение было допустим с нашей советской можно сказать тогда еще об советским образованием дело в том что мы много заучивали наизусть и было очень удивительно моя дочь была уже в четвертом классе не стихотворение ничего они не учили и я уже прям ходила к учительнице и мне было интересно как же они не изучают стихотворение как они память развивают как ребенок должен самостоятельно учить все это то есть мне это было как-то не совсем понятно потому что сидеть с каждым ребенком подолгу они сидят сначала в школе потом дома дети не совсем самостоятельные может это от ребенка зависит но так как у меня их пять учеников то есть сравнение у меня было поэтому как то как то да и после того как я разговаривала как у нас это было она стала немножечко задавать уже домашнее задание какие-то стихотворения поэтому вот мне кажется концентрация внимание хорошая память стихотворение это развивают а раз его нет даже на начальной стадии как бы вот это вот мне в глаза бросилось что хромает все таки по вашему мнению на какие предметы в школе делается больший упор что математика или литература или иностранные языки гуманитарное больше направления здесь немного сложно сказать потому что земля за орланд она как бы туда-сюда переходила то немцам то французам поэтому нас иностранный язык основной был французский почему-то мои дети его не полюбили никто из первых дочь так как она училась в гимназии потом нужно было ей в университете она и практику проходила специально жила 6 месяцев то есть ей пришлось она все-таки трудолюбивая и все это могла делать но все же нам пришлось и преподаватель нанимать частных поэтому как бы вот так если это гимназия то там есть много в принципе что на выбор обязательный так как у нас я уже выразилась высказала зарванг французский это обязательно а дополнительно можно выбирать сразу первый дополнительно идет конечно английский язык как бы мировой а потом уже все что захотите к детям относились как ауслендерами или к немцам школе было какое-то вот какая-то специфика отношения со стороны учителей со стороны сверстников я думаю как ауслендером все-таки никак немецким но это не особо как-то меня задевало почему потому что особенно дети которые были постарше мы приходили у нас было немножечко три скажем немцы да местные немцы потом русланд очень русские когда просто народе и говорить и все-таки турецкие дети турки курды поэтому как бы что преобладала отношение было одинаково что к нам что что к турецким да детям то есть мы все ауслендеры поэтому даже если по ребенку не знали приходят родители уже видно все равно немножечко есть какое-то такое но мне это особо не задевал было у меня один момент что с учителем непонимание и просто вот какая-то неприязнь и как-то ребенок не хотел в школу это на оценках как бы отразилось и мы немножечко решали что же делать в чем здесь причина или в ком и как мы можем это изменить то есть давить на ребенка ты оболтус и там какие-то наказания или еще что то есть надо было выяснить причину действительно и как-то помочь не было такого конкретно открытого занижения скажем я честно не столкнулась с этим ни у одного из них а школа платная учебники ремонт есть какие-то взносы обязательные которые вы платите в наше время не было скажу так единственное что мне не нравилось это абсолютно недопустимо было когда мы еще книги покупали то есть я старалась так как у меня все пятеро детей я не могу покупать всем одинаково хорошие книги то я старалась поддержанные но в хорошем состоянии это один момент это то что мне помогало с другой стороны было неприемлемо для меня когда назначалась вот ручка такая тогда помню лами они очень дорого стоили и все прям вот назначено было да фирма какая-то какой-то бренд а потом приходишь они же одинаковые у всех только наклеечку можно было бы вписать имя и когда уже там не разбери как чье там вырвано и я сказала нет к чему такие требования что вот конкретно фирмы это что как-то влияет на обучение если у тебя ручка какой-то известной фирмы влияет как-то из обеспеченных семей детки как-то хотели что-то брендовое и учителя вместо того чтобы сказать как-то по-другому что не в этом важно главное твои знания они стали говорить так иначе будут воровать поэтому вы пожалуйста подтянитесь до этого уровня вот это то что меня возмущало мы список получили список не только принадлежности а именно марок и фирм и когда это влетело мне не в одну сотню а прям в несколько я потратила получается весь бюджет что могла бы потратить на пятерых детей только на нее одну то есть это было не только на нее это было уже нереально по поводу кружков есть что-то бесплатное или все необходимо оплачивать все оплатное мы учителей нанимали находили и причем наших только русскоговорящих советских потому что преподавание и игры чтобы все было допустим даже при школе был фирайн после школы можно было бы на клавир на гитару двое моих мальчишек младших пошли но они приходили учитель их развлекал допустим нотка г и все что там на г и они приходили поиграли пока малышами были им так все это нравилось нравилось но научиться играть они ничего как бы не научились пока я уже конкретно не взяла учителей не возила их не сидела там с ними да и не платила деньги конкретно за что-то толку никакого не было по поводу продленки есть такое понятие здесь я знаю в германии насколько сложно туда попасть все могут идти на продленку или есть какие-то ограничения насколько нам повезло все младшество посещал продленку я была сначала рада но с другой стороны потом после продленки он приходил домой я с ними с ним еще делала уроки это мне не понравилось когда я обратилась за разъяснениями почему ребенок приходит без выполненного домашнего задания она сказала мы можем проследить чтобы он сделать но делать с ним мы не обязаны поэтому получается ребенок до вечера до пяти был в школе продленкой вместе его там покормили за ним присмотрели чтобы ничего не натворил но придя домой мы должны были делать с ним домашнее задание что тогда я просто перестала его водить мне кажется в школе особой мотивации как бы нет они наверное смотрят потому что ребенок сам стремится стремится кто не стремится мне кажется здесь более от характера ребенка зависит если он такой спокойный они думают что он извиняюсь тупой как-то не проявляет ничего а ребенок просто стеснительный поэтому как-то это уже наверное дома нужно помогать ребенку это не то что наверное а это абсолютно то есть если в семье как мне я не хотела чтобы мой младший сын шел шести лет потому что он немножечко был как-то помягче немножечко дольше ему нужно было разбираться во всем этом а так как не набрали класс первый то меня просто вынудили мне даже через безумс аук вызывали на разговор типа вы сравниваете всех детей нельзя это делать давайте мы проверим они заставили но ребенок не потянуло во втором классе я просто сама написала заявление и просто вернулась в этот класс и что было действительно правильно для моего ребенка я ему объяснила что это ничего страшного просто нас вынудили тебя туда отправить и поэтому с этим он прекрасно справился и все было хорошо в советское время не знаю как сейчас у нас был все таки учитель авторитет мы его все таки и боялись и уважали то есть я имею ввиду про дисциплину здесь я не завидую учителям потому что здесь никто поэтому дисциплина скажем так и не авторитетность учителей как бы перед вернее нет авторитета у наших детей то как то вот так но все таки могу проследить почему однажды моя дочь придя домой еще с садика так как у нас еще малыши были я попросила еще что-то сделать прибрать за собой игрушки или что-то она сказала нет если я это не хочу я не буду делать я говорю тебе нужно это сделать потому что мама тебе сказала мама просит а Мишель сказала нет если ты не хочешь то ты не должна я говорю хорошо Мишель хозяйка в стадике если ты там не хочешь и она тебе разрешила значит ты можешь так поступать а дома мама хозяйка если мама сказала маму нужно слушать то есть они эта стадика переносят на детей а потом звонят со школы ваш ребенок ничего не хочет делать он не учится а кто это все им преподнес Я старалась максимально детей дома воспитывать. Не так быстро и не так рано отдавать их в садик. Потому что в садике их будут воспитывать или не воспитывать. Главное, чем бы дитё не тяшилось, лишь бы не плакало, и предоставлен сам себе. А взрослый просто смотрит, чтобы ничего не случилось. Поэтому вот такие и последствия. Урок сексуального воспитания. Я думаю, что у вас это тоже не прошло стороной. У нас такое не преподают. С какого класса? Например, у ваших детей это было. И чему учат? И вообще, как дети к этому относятся? Как вы персонально к этому относитесь? У дочери такого я не помню. Может, она мне это просто не сказала. А мальчишки мои старшие, да, они пришли, что-то хихикуют, шушупаются. Мама завтра у нас будет. Как-то они его назвали. Я говорю, что это? Ну, это типа секс-просвет. Мы, конечно, были ошарашены с моим мужем. Как-то всё. И будут показывать фильм. Но как-то так немножечко осторожно выяснила я, как они к этому относятся, дети. О, нет, мама, я не хочу это, мне это не хотят. Поэтому я сказала, хорошо, если вы не хотите, в принципе, вы можете не идти. Как они были счастливы, что могут не идти. Писать какую-то липовую, заболел, мы не стали, не хотели, это неправильно. Просто единственное, что ребёнок был, ну, как бы, нехтеншуллик. Нас никто не вызывал, он ничего не спрашивал. Есть, конечно, у меня подозрения, как бы, или предположения. Почему? Потому что в этот, на следующий день, как бы, многие детки не пришли ещё из турецких семей. А турки всё-таки более, как бы, религиозные люди. И, наверное, скорее всего, просто на это закрыли все глаза, чтобы не обострять это. Кто пришёл, тот пришёл, кто не пришёл, не пришёл. Лена, я хочу поблагодарить вас. Это было очень интересно. Я думаю, что для многих зрителей это будет полезная практическая информация, ну, хотя бы для общего понимания, как здесь вот эта система школьная устроена. Да, я надеюсь, если кому-то какой-то опыт будет положительным, как бы, или даже мой негативный какой-то опыт тоже кому-то уроком, ну, пусть всё, в общем, как бы, весь опыт на благо. Субтитры сделал DimaTorzok